Сейчас в городе идет голосование за территорию, достойную благоустройства в следующем году. В списке всего шесть мест. Мне кажется, маловато. По какому принципу их отбирали? Первый на сегодня вопрос задал Иван Никитин. С 1 по 15 июля на сайте администрации города Благовещенска проходило предварительное голосование, где мы предлагали всем горожанам оставить свое пожелание о том, какую именно территорию они хотели бы видеть благоустроенной. В нашем жилом доме на первом этаже много разных фирм и организаций. Свои рекламные баннеры они разместили на леерных ограждениях, принадлежащих нашей многоэтажке. Разве не должны были они согласовать? Это с собственниками недоумевает Елена Трифонова. Установка каких-либо рекламных ограждений должна всегда иметь согласованное место, потому что это в первую очередь реклама. Соответственно, на нее распространяется законная реклама. И если мы говорим о многоквартирных домах, то в любом случае собственники помещения многоквартирных домах должны дать разрешение на установку данных конструкций. Поэтому если разрешения нет, это незаконно. Ехала как-то с ребенком в автобусе. В салоне, кроме нас, пассажиров не было. И водитель не остановился на нужной нам остановке, объяснив это тем, что я должна была ему сказать о том, что нам нужно выйти. Разве автобусы не должны останавливаться на каждом предназначенном для этого месте? Ответа на этот вопрос очень ждет Валентина Карпова. Водители обязаны останавливаться на всех остановочных пунктах, расположенных по маршруту и внесенных в паспорт маршрута. За исключением, если есть на маршруте остановочные пункты, имеющие статус по требованию. Но при этом кондуктор должен заблаговременно предупредить пассажиров о наличии таких остановочных пунктов. Очень хочу похудеть, но впадаю в дрожь, как только слышу слово диета и наоборот начинаю есть все подряд. Нормально ли это? Ситуация обеспокоена. Лидия Корнилова. Такое бывает часто. И, как правило, это у пациентов, которые уже пробовали и не одну диету на себе. И, как правило, это были жесткие диеты с резким ограничением объема порции, количество приемов и слишком много запрещенных продуктов. Поэтому мы рекомендуем в большинстве случаев пациентам переходить на более мягкое снижение веса, чтобы диеты были такие легкими, да, с исключением сначала одного какого-то продукта, потом второго. Очень нравятся танцы пенсионеров, которые на набережной пляшут летом. Вот тоже бы хотел к ним в группу. Как туда попасть? Танцами для здоровья очень хочет заняться Владимир Гончар. Самое важное здесь – это состояние здоровья. Мы всегда рекомендуем тем, кто хочет заниматься танцами, обязательно сходить к своему врачу, пройти обследование, чтобы врач подтвердил, что да, такой нагрузкой заниматься можно. Мы сейчас уже просто набор не ведем, а вот как только мы выходим на улицу с 1 мая, пожалуйста.